девчонки мальчишки всем привет а давайте мы с вами поговорим мы с вами поговорим я поговорю это будет монолог ну я знаю просто люди меня некоторые смотрят смотрят постоянно регулярно и даже пишут мне насек куда-то пропала вот ну собственно говоря вот мне есть там свободные минутки я выхожу в эфир вот из последних новостей у меня каких я когда была у родителей я сильно упала почему ладно то хоть я сильно упала и с велосипедом много чего не снимаю сейчас вот хочу пережить определенный момент жизни определенный отрезок и после которого я надеюсь у меня пойдут регулярные видео как это ранее было я очень сильно упала с велосипеда вошла в раж и с криками ура там или этом с визгами скатывалась горки и в итоге не смогла справиться со скоростью потому что я вообще не экстремалка постоянно об этом говорила я не экстремалка вот еще раз доказано что короче несусь вообще скорости в какие-то и упала я сильно поцарапала плечо гематома у меня на бедре то есть везла вот эту сторону потому что я пыталась по моему затормозить тормозить меня не получалось я по-моему чудо да струру руль и как-то вывернула и прям пау так вот ничком и связлась связла себе всю сторону на на какой у нас получается на левой стороне нет на правой стороне вот и потом у меня еще недавно ситуация приключилась тоже ничего не снимала у меня рука почему такое плохое освещение ладно-то после этого спустя неделю то есть приехала уже обратно и у меня появилась вторая проблема только уже с левой стороне дны у меня так-то по идее где-то за 4 месяца 4 месяца назад на левой руке на левой стороне из медиков кстати может посоветовать на левой стороне от локтя до запястья у меня постоянно в каком-то участке возникало воспаление воспалялась ну как типа мышцы приставала тут там то здесь вот именно конкретно на этом участке от локтя до этого а на днях дня наверное три-четыре назад у меня произошла судорога руки очень сильнейшая на том же самом участке от локтя до запястья очень очень сильная судорога ну как вот суд как судорога как вот свой судорога и там ноги вот и начала пухать вся рука она мне раздулась до такого размера то есть она увеличилась мне наверно в два раза и ночь я еле пережила то есть была такая адская боль я встала и такая боль была что пошла попить воды что же меня потемнело в глазах я стала падать в обморок и такой тошнота тошнота появилась мушки в глазах ну короче такое предооборочное состояние скоро мы не вызвали на следующий день мы пошли там хирургу хирург направил к сосудистому хирургу сосудистый хирург посмотрел сказал что по моей части ничего нету сосуды все на все в порядке пульсация чувствуется кровь идет кровоток отправил обратно к хирургу и хирург мне поставил диагноз миозит рукстан выписал мне по-моему таблетки дело в том что я не продувала нигде руку то есть если бы я где-то продула натрудила но такого нет я под кондиционерами не сижу то есть у меня зит это воспаление мышц значит порекомендовал выписал мне там зитроновую мазь что ли по моему к психологам и еще рукстан посоветовала с врачами с которыми я дружу вот она говорит поколи укола дня три если пройдет динамика будет положительно если пройдет то значит диагноз там верно если не пройдет значит надо дальше копать пройти мягкие ткани рука вроде бы прошла она конечно не такая мягкая как вот у меня другая рука на что направо у меня прощупываются все косточки на этой прям чувствую страну жестковатая напряженная такая мышцы какие напряженные и предложил другой врач сказал что скорее всего у меня защемление только какого-то нерва это нужно вообще костопату это механика это не сосуды это не что-либо другое это механика то есть нужно заняться остеопатией тела возможно защемление какого-то нерва и так далее уколы я уже проколола три укола ну вроде бы все ушло чувствую мышцы какие-то напряженные нужно мне попасть к остеопату еще была сегодня стоматологом может быть знаете вот я иногда смотрю кого-то и получаю информацию которая потом мне как-то пригождается может быть тут из вас че слушает и оба на там в какой-то такой же ситуации я после брекетов ну после того как я начала весь этот процесс выдернула зубы мудрости мне хоть папку отдельную заводи по этим зубам у меня нарушилась нарушилась функция челюстно-лицевого сустава это раз и у меня еще перестали смыкаться жевательные зубы на правой стороне вот я когда попала к очень хорошему опять же благодаря кстати подписчице с моего канала а вот ну блин я благодарна ей что она не порекомендовала своего стоматолога в саратове и говорит первоклассный врач даже люди приезжают к нему из германии лечить свои зубы и действительно он сказал что скорее всего проблема мы сделали снимок панорамные челюсти и он сказал что у тебя стоит а у меня так как я повернула два зуба самых кривых с надеждой на то что потом потом поставлю брекеты да надеюсь ничего что я такой закадровый голос иногда местами появляется мое лицо в просвете и так на чем я остановилась мысль куда-то бежала и и а а извиняюсь выравнивали мне клыки не клыки а два сильно повернутых зуба с два кривых зуба и мы поставили капу такую которая должна была держать результат должна держать капа была толстая и вот из-за этого кстати и у меня произошло не смыкание на зубах то есть стали не смыкаться зубы и мы сделали тоненькую капу тоже термопластичную тоже чтобы она держала результат этих двух кривых зубов которые мы повернули чуть-чуть потому что хотела ставить и лайнеры айлайнеры с такой проблемой не справляются вот и у меня произошло смыкание то есть представляете проблема вся была в толщине капы хотя там ну толщина была незначительная я эту капу носила всего лишь ночью и уменьшили капу тоньше сделали ровно в два раза и у меня представляете вернулся на месте и мой прикус у меня осталось смыкаться правая челюсть то есть и кстати возможно вот из-за этого перенапряжения в этой части нужно сходить к остопату так как у нас настолько все взаимосвязано в организме у нас челюсть зубов и состояние зубов связано со всем скелетом представляете и если нарушение у вас зубов нарушение прикуса это может отразиться впоследствии на не знаю стомхондрозы и так далее какие то дать такие проблемы ну по крайней мере у меня сейчас полное смыкание у меня не было смыкания и все я на этом заканчиваю весь процесс зубами скорее всего я не буду ставить ни лайнер ни брекеты оставлю может быть это через десять лет появится возможно какие то новые технологии выращивания зубов упрямления там я не знаю руку так повел так я не знаю телепаты какие то остеопаты телепаты появятся так рукой провели все зубы выровнялись все в организме выровнялось вот короче как то так ну по крайней мере у меня хотя бы смыкается челюсть это большое значение имеет еще для пережевывания пищи не страдает желудок и не стираются зубы и вот каждый месяц к нему хожу он смотрит состояние капы стираемости этой капы на каких зубах и он говорит нам нужно я ожидал худшего ну то есть у вас говорит очень такой колоссальный прогресс это наверное помогли молитвы и богу вообще потому что я просила ну как бы исправить эту проблему и вот видите благодаря опять же одной из подписчиков нашелся великолепный врач вообще который подходит к проблеме комплексно не так пальцем в небо тыкнул а действительно не на поток поставлена а действительно разбирается в проблеме и там запись на целый месяц вперед короче как то так вот была у стоматолога я вяду он же ортодонт сейчас проблем будет с парковкой у всего периода дома жутко устала хочу спать надеюсь завтра высплюсь 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 Потому что даже нет времени, у меня настолько, знаете, у меня период раху, и он такой у меня бешеный, такой у меня активный, что, ну, короче, я ничего не успеваю, я сплю по 5-6 часов в сутки, я просто мотаюсь, как белка в колесе, у меня нет возможности отснять материал, который я сделала у родителей.